Впредь обещаю себе Лере в будущем не снимать так в попахах видео, просто мне захотелось записать вам свои первые впечатления от этих коробочек. Я уже открыла первую страницу, я вижу что-то внутри. Оттенок, конечно, такой нестандартный. Просто посмотрите, насколько оно милое, маленькое, еще и розовое, потому что в основном мое любопытство сильнее меня, и я их раскрываю до того, как сниму видео, потому что всегда не знаю, что придет. Очень красивый блеск, она классная, я ее хотела как раз сходить в какой-то аромат, но не очень. И все-таки мне кажется интереснее смотреть, когда ты только распаковываешь вот эти первые эмоции, впечатления. Солнышки мои, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я продолжаю рубрику бьюти утра, в которой мы с вами болтаем, и вместе распаковываем бьюти коробочки. И в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим наполнение вот этих вот двух огромных коробочек красоты от Glambox. Они ко мне приходят периодически, и я подумала, почему бы не записать такое видео, в котором я буду на камеру распаковывать и смотреть, что находится в этих коробочках, потому что тематика у них всегда разная, и даже я сейчас не знаю, что находится внутри. Я надеюсь, видео получится интересным. И если вам нравятся подобные видео, то, конечно, продолжайте смотреть. Итак, я их для удобства, чтобы долго не шарушать коробками, вскрыла буквально саму упаковочку, и дальше я уже не продвигалась, так что будем открывать вместе с вами. Они запакованы почтой России, приходят по почте России, и теперь я открываю, и внутри вот такая вот маленькая коробочка. То есть, эта коробка поменьше, вторая коробочка это Glam Bag. Получается, они отличаются вот чем, я вам сейчас покажу. То есть, сумочка Glamour выглядит именно вот таким вот образом. Давайте начнем, наверное, с большой коробки. Хоть я и начала открывать маленькую коробочку, все-таки мне интересно посмотреть, что находится в большой коробке. Обычно в таких вот сумочках у Glamour приходит очень много полноразмерных продуктов. И ко мне пару раз, по-моему, пришли коробочки вместе с полноразмерными продуктами, даже по уходу за волосами, про косметику для волос, про какие-то новинки из моего ухода. Я, кстати, сделаю отдельное видео, так что на этом зацикливаться сегодня не буду. Итак, здесь лежит вот такой вот вкладыш, кафе мини, скидка. Это коробочка июльская. Давайте я буду просто доставать в хаотичном порядке, что же там лежит. Итак, первое, что я вижу, очень красивая упаковка. Это Glace Kur. Мгновенная маска с маслами и кератином. Только я заговорила про уход для волос, походу буду тестировать что-то еще новенькое для длинных, секущихся волос. Буду с интересом тестировать, потом расскажу вам свои впечатления. Дальше здесь идет крем от чистой линии, солнцезащитный крем для загара с SPF 30. Сейчас, конечно, погода не позволяющая нам прям купаться и загорать, но все-таки, если я хожу в Солерии, кстати, после Солерия очень удобно использовать такие крема. У меня уже есть пару продуктов от чистой линии по уходу за телом, и, честно, я сейчас в огромном восторге от них. Остаюсь тоже про них, расскажу вам в следующих видео. Следующий полноразмерный продукт, который здесь лежит, это шампунь. Роскошный объем от Тимоты. Шампунями из масс-маркета я в настоящее время не пользуюсь, но, в принципе, потестировать и тоже будет интересно от Тимоты. Я вообще ни разу не пользовалась никакими продуктами, то есть в основном это Лореаль, это Гарнье и что-то из Шварцкоп, из таких из масс-маркетов, которым я могу, в принципе, попользоваться. Со Стимотой не была знакома, но тоже будем все это пробовать. Еще одна большая коробочка, которая здесь лежит, не коробочка, а баночка. Это бальзамополаскиватель, который, видимо, идет вместе с шампунем, розовый грейпфрут и гуарана. Придает объем тонким волосам. На самом деле, вот у меня как раз-таки волос-то много, но они очень тонкие и им не хватает объема. Поэтому все-таки мне захотелось протестировать эту серию. Дальше здесь четыре продукта. Тушь от DIVAGE 906090. Это нашумевшая тушь, которой у меня пока руки не дошли попробовать. Вот гламбокс решила эту проблему, буду тестировать, потому что очень уж активная реклама вокруг этой туши. Надеюсь, что она окажется хорошей. Дальше полноразмерная помадка от SEVENTINE. Матовая с одной стороны и глянцевая блеска с другой. Очень крутая серия этих помад от SEVENTINE. Единственное, у них очень яркие оттенки. Нет таких нюдовых, которые я люблю на каждый день, но, в принципе, это не проблема. Цвета очень красивые и очень хорошо держатся. То есть это матовые, жидкие матовые помады. Кстати, если вы еще не смотрели мое видео про жидкие матовые помады от LA Splash, и делала своещее видео, то я вам оставлю ссылочку вот здесь вот. Переходите, кликайте, смотрите это видео. Оттенок, конечно, такой нестандартный. Прям фиолетовый, грубо говоря, но, может быть, с каким-то образом будет смотреться выигрышно. Возможно, сделаю с ним какой-нибудь макияж. И также здесь есть салфетки влажные для интимной гигиены. Я оставляю без комментариев. И также восстанавливающая экспресс маска для лица Cafe Mini. Это как раз-таки тот вкладыш, который был в самом начале, где-то здесь лежит. Это полноценная салонная процедура у вас дома. Серия создана для быстрого и эффективного ухода, когда каждая минута на счету. Первый раз вообще сталкиваюсь с этим брендом. Очень интересная упаковка. Я, честно говоря, думала, это что-то вроде бальзама или даже каких-то салфеточек, матирующих для лица. Но нет, это экспресс восстанавливающая маска для лица. Давайте, может быть, попробуем распаковку. У меня сейчас садится камера. Конечно, я села снимать и не проверила, заряжена у меня камера или нет. В общем, скорее всего, я сейчас ее немножко подзаряжу. И вернусь к вам распаковывать вторую коробочку. Все, я поняла. Это вот у нее упаковка, знаете, как у сливок для кофе. И, видимо, наносишь ее как кремчик. Забавная штука. Теперь я поняла, почему он называется Кафе Мини. Потому что как маленькие сменные блоки для, знаете, кофемашины от Нес Кафе. Ну что, давайте продолжим. Во второй вот такой вот маленькой, миленькой коробочке. Как правило, небольшие продукты. То есть это миниатюрки, но при этом попадаются уж очень классные. И иногда даже миниатюрки и люксовых продуктов. Я ее открываю. И давайте посмотрим, что там внутри. Здесь всегда вот такой вот бантик. Давайте его вскроем. И сразу посмотрим, как называется эта коробочка. Называется Лето. Это тоже июльская коробочка. Я уже открыла первую страницу. Я вижу, что там внутри. Девочки, это так здорово. Пришлось спрятаться от солнышка. Так вот, первый продукт в этой коробочке. Это паровая масочка для глаз. От марки Мегрим. В общем, если вам интересно, я потом покажу вам ее поближе. Или напишу в описании. Так вот, эта масочка, это было мое спасение в период сессии. И в период написания диплома. Потому что дико глаза уставали от сидения в компьютере. От написания вот этого всего. Постоянно сидишь там, не знаю, по 6 часов за компьютером. Если не больше. И вечером. Просто дикий кайф использовать эту маску. Во-первых, она нагревается. И глазки расслабляются. Но я советую ее использовать сразу перед сном. Потому что я как-то ее сделала. И полезла в телефон. И я долго не могла привыкнуть к свету. То есть она очень здорово расслабляет. После такого тяжелого трудового дня. И она классная. Я ее хотела как раз ходить в золотом яблоке. И вот мне посчастливилось. Она снова мне попалась. Дальше здесь идет миниатюрка аромата от Givenchy. Давайте попробуем. Я надеюсь пахнет вкусно. Потому что иногда брызгаешь и аромат не очень схож с тем, который мне нравится. Знаете, очень приятный. Такой сладковатый. Сразу скажу, не отталкивающий. Я это попробовала. Почувствовала сразу, как нанесла его на руку. Очень такой легкий. Все точно сладковатый, как конфетки. Дальше здесь лежит обалденнейший. Вот такие вот тоже попробовала их. Благодаря какой-то из коробочек. Это две маски. Одна предназначена для разогревания лица, для очистки пор. А вторая охлаждающая. Помню, когда я увидела цену этих масок, я начала сомневаться, нужны ли мне эти корейские приколюшки. На самом деле, да, корейцы делают крутые продукты. Но я все-таки засомневалась, нужны ли мне эти маски. Каждая за тысячу. Но, в принципе, может быть, возможно, для кого-то это недорого. Но я бы предпочла потратить эти деньги на увлажняющие, питательные маски, восстанавливающие. На какой-то более такой усиленный уход. Но, в принципе, они классные. И попробовать их стоит. И это круто, что эта фирма, этот бренд тоже попал в рассылочку от Glabon. Дальше здесь лежит миниатюра мусса очищающего молочка от Aven. Вы знаете, что я люблю аптечную косметику. Особенно, если это касается проблем с кожей и про проблемы с кожей свои. Как я боролась с ними, я тоже снимала отдельное видео. С муссом очищающим я, к сожалению, не знакома. Будет очень любопытно его протестировать. Очищающая пенка для лица и области вокруг глаз. То есть, это не просто очищающая пенка, так еще, я думаю, она будет удалять макияж. Здесь лежит миниатюра помадки от Make Up For Ever. Я знаю, кстати, что Glambox совместно с Make Up For Ever выпускали в свою коробочку. До меня она не дошла. И, возможно, как бы ее не рассылают блогерам. Но этот цвет очень красивый. Сейчас посмотрим, как она будет смотреться. Запах, кстати, вообще нейтральный. Я его не ощущаю. Очень красивый блеск. Чем-то мне напоминает. Я думаю, вам даже его не видно на камере. Очень густой. Сразу скажу, что кажется очень липким. При этом, наверное, будет очень стойким. Это блеск для губ Artis Plexigloss. Вот. Так вот он выглядит. К сожалению, сейчас не могу нанести на себя, показать, как он смотрится на губах. Но я уверена, такие оттенки я люблю. Это нежные, персиколорозоватые оттенки. Я такими часто пользуюсь. Далее здесь идет миниатюра кремчика от Givenchy. Это увлажняющий крем, придающий лицу сияние. Как я вам уже говорила, в этих коробочках приходит очень много классных люксовых миниатюрок. И очень часто бывает такое, что попробовав что-то, я влюбляюсь в этот продукт настолько, что потом бегу за этим продуктом в магазин. И интересно будет попробовать этот крем, потому что, слава богу, состояние моей кожи сейчас улучшилось. Высыпаний, тьфу-тьфу-тьфу, пока каких-то больших нету. И я все чаще начинаю замечать, что, во-первых, моя кожа не так сильно жирнится, как обычно. Ей требуется чуть больше увлажнения, питания. Я использую более легкие тональные основы. И мне хочется больше вот таких увлажняющих кремов, которые придают лицу сияние. Так что, если я куплю полноразмерный продукт, вы, конечно же, сразу же об этом же узнаете. И последнее средство в этой коробочке, это вот такая вот малепуська. Это миниатюра кремчика под глаза от Clorance. Ну, просто посмотрите, насколько она милая и маленькая, еще и розовая. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Делите свое мнение в комментариях, нравится вам эта рубрика или нет. Какие видео вы еще хотели бы видеть на моем канале. Я всех вас целую и обнимаю. И увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok